Добрый день, уважаемые коллеги! Я остановлюсь в основном на методологических вопросах оценки морфологического регресса в опухоли. И, как сказала же Татьяна Юрьевна, безусловно, в подобном контексте слаженная работа всех членов мультидисциплинарной команды позволяет достичь наиболее приемлемого результата. Что касается целей, которые стоят перед морфологом при оценке хирургического образца, после неодевантной терапии. Это, безусловно, оценка радикальности или адекватности хирургического вмешательства. Это стандартная задача, которая стоит перед нами, которая подразумевает идентификацию опухоли или опухолевого ложа и оценку краев резекции. А также определение факторов прогноза, которыми в данном контексте являются наличие полного морфологического регресса опухоли или размеры и клеточность резидуальной опухоли. А также получение образцов тканей для различных исследований. Как уже неоднократно упоминалось, множество исследований проводится клинических по изучению эффективности неодевантных режимов химиотерапии при раке молочной железы. И на этом слайде представлены различные группы исследований, их количество, по тому, каковы были критерии определения формулировки полного морфологического регресса. Есть разные подходы к оценке его. Это может быть наличие полного регресса как в лимфоузлах, так и в молочной железе при отсутствии любых признаков карцинома ин-ситу. Либо наличие карцинома ин-ситу – это большая часть исследований допускает это условие. Но есть ряд исследований, которые оценивают только изменения в молочной железе, их немало. И некоторые даже допускают наличие единичных рассеянных инвазивных опухолевых клеток. На сегодняшний день показано в многочисленных исследованиях о том, что наличие регресса в лимфоузлах является очень важным прогностическим значением и необходимо указывать в заключении морфолога. Что же касается дуктальной карциномы ин-ситу, то очень долго существовало неоднозначное мнение по этому вопросу, но показано, что достоверных статистических различий выживаемости у пациентов, у которых был достигнут полный регресс при наличии или при отсутствии карциномы ин-ситу, не достигнуто. Поэтому на сегодняшний день определение полного морфологического регресса подразумевает под собой отсутствие инвазивной опухоли как в молочной железе, так и в лимфатических узлах, вне зависимости от наличия или присутствия дуктальной карциномы ин-ситу. Что же касается систем оценки, то существует несколько подходов. Изначально системы базировались на оценке клеточной плотности или степени клеточности опухолей. Существует множество разных систем, основанных на этом принципе, но у нас наибольший опыт работы со системой оценки по миле Рупейну. Эта система имеет пять градаций и подразумевает под собой оценку снижения клеточной плотности по сравнению с исходной плотностью в опухоли до начала неодивантной терапии. И полный регресс соответствует грейду 5 по миле Рупейн, это отсутствие опухолевых клеток в ложе опухоли, и при этом может выявляться или не выявляться дуктальная карцинома ин-ситу. То есть клеточность опухоли изначально в биоптате сравнивается с тем, что получается в результате оперативного лечения после неодивантной терапии и полное отсутствие позволяет нам установить полный регресс. Однако сам базовый принцип этой оценочной системы подразумевает сравнение клеточности до лечения и после лечения. Таким образом, для того, чтобы это осуществить, мы должны, морфолог должен иметь препараты до начала лечения. То есть это необходимое требование для использования этой оценочной системы. Но даже при этом не всегда материал опухоли в биоптате может отражать в полной мере истинную клеточность опухоли, так как известно, что опухоли молочной железы обладают гетерогенностью в той или иной степени, в том числе в плане клеточности. В разных участках она может существенно разниться. Это может приводить к не вполне адекватной оценке морфологических и клинических данных. Кроме того, мы должны обладать информацией о точной локализации опухоли в пределах органа, так как при достижении полного клинического регресса выявить макроскопически опухоль или ту зону, где она локализовалась в ткани железы, бывает, если несложно, то и в ряде случаев даже невозможно. И нам необходимо знать размеры опухолевого узла до начала терапии, так как клеточность опухоли и вообще размеры опухоли могут меняться по-разному в ответ на терапию, то есть эффект может быть достигнут как за счет снижения опухолевого пула, снижения клеточности, и тогда мы можем оценить более-менее в соответствии с клиническими данными степень морфологического регресса, либо клеточность опухоли может сохраняться неизменной, но при этом может уменьшаться размер опухоли. Если у нас нет информации о изначальных размерах опухоли, морфологу, к сожалению, крайне тяжело оценить даже наличие вообще, в принципе, ответа на терапию, не то, что его степень. Вот пример биоптата до начала терапии и после оперативного вмешательства. То есть клеточность данной ситуации не изменилась, а размер опухолевого узла мог бы измениться, и это отражало бы эффект терапии. Тем не менее, несмотря на все существующие ограничения, система оценки по Миллеру-Пейну позволяет разделить пациентов на группы прогноза довольно неплохо. Но на сегодняшний день многочисленные исследования показывают, что оценка только клеточной плотности недостаточно точна. Если мы учитываем другие параметры, такие как клеточность, размер опухолевого узла и статус лимфатических узлов, то мы можем более четко стратифицировать пациентов на группы. И была предложена система оценки по RCB, это Residual Cancer Burden, это онлайн-калькулятор, который включает в себя перечисленные пункты, и он позволяет очень четко разделить пациентов. На сегодняшний день это одна из оптимальных систем оценки регресса опухоли. Но тем не менее, даже эта система подразумевает необходимость сопроводительной информации. И по словам автора этого калькулятора, абсолютный голый минимум включает в себя данные о проведенном лечении в неоадивантном режиме, его характер этого лечения и клинический ответ, как он оценивается с использованием методов до операции. Точная локализация размера опухоли до лечения. И что касается клипс или меток, это очень предпочтительно, потому что позволяет снизить затраты временные и материальные на морфологическую оценку опухолевого регресса и повысить точность и достоверность этого исследования. Что касается оценки первичной опухоли по системе RCB, то она включает в себя размер опухолевого узла или ложа в двух измерениях, клеточность опухоли, наличие и доли доктальной карциномы ин-ситу, помимо классически определяемых гистологического варианта, грейда и наличия или отсутствия лимфоваскулярной инвазии. Это большая, сложная морфологическая задача – оценка морфологического регресса опухоли после неоадиванта, потому что не всегда то, что мы видим макроскопически, соответствует тому, что мы находим микроскопически. Иногда различия бывают настолько разительны, что это удивительно. Это объясняется тем, что опухоль железы молочной изначально может содержать разное соотношение стромы и паренхемы, и из-за этого разные иметь характеристики. И даже если мы макроскопически определяем опухолевое ложе, то есть классический фиброзный рубец звёздчатый, он может не содержать опухолевых клеток, и это будет полный регресс, хотя макроскопически создаётся иллюзия резидуальной опухоли. При этом опухолевое ложе может не идентифицироваться макроскопически вовсе, и при отсутствии каких-либо меток мы не можем никоим образом предположить о том, что в этой зоне была или может быть опухоль, хотя мы можем выявить её в последующем микроскопически. Поэтому вот эта система помечания зоны опухоли до начала лечения, она, конечно, очень помогает объективизировать наше исследование. Что же касается тестичного регресса, как я уже упоминала, он может происходить за счёт разных компонентов, он может происходить за счёт снижения плотности клеток, либо за счёт сжатия или концентрического уменьшения узла. При этом снижение клеточности также может происходить неравномерно, и те изменения, которые мы выявляем макроскопически, не вполне коррелируют, в том числе даже с размерами опухоли, опухоли выявляемые при микроскопическом исследовании. Это определяет необходимость тщательного и широкого забора большого количества фрагментов из участков, где локализовалась опухоль. Для этого нам нужно знать её точную локализацию и точные размеры. Сократить количество фрагментов забираемых для гистологического исследования путём выбора случайных участков или более подозрительных участков мы не можем, потому что это, как показано в исследованиях, может привести к недооценке, либо к переоценке, как размера опухолевого узла, так и его клеточности. То есть это большая, сложная, кропотливая работа, которая требует больших временных и экономических затрат, но, тем не менее, позволяет нам получить очень много полезной информации. Что же касается заключения нашего, то есть некоторые нюансы относительно размера опухоли. Это связано с тем, что принцип, который лежит в основе RCB, несколько противоречит последним рекомендациям ТНМ-классификации 7-го пересмотра, которая указывает на то, что для стадирования по ПТНМ мы должны указать наибольший непрерывный опухолевый очаг. По RCB же мы должны указать размеры всего участка, на котором выявлены инвазивные клетки опухоли. Как вы видите, эти участки могут существенно различаться по размеру между собой. И рекомендация RCB ближе, конечно, к определению 6-го пересмотра ТНМ. Такая система может привести к тому, что систематически будет гипостодирована леченная опухоль молочной железы. В общем, это вопрос, который требует внимания. На сегодняшний день мы указываем по обеим системам размеры. Это для информации. Что же касается оценки лимфатических узлов, то помимо стандартного указания о количестве удаленных исследованных лимфоузлов, о количестве лимфоузлов с метастазами, по RCB мы еще должны указать размер наибольшего метастатического депозита, а также указать наличие или отсутствие признаков изменений или регресса в лимфоузле, в том числе наличие лимфоузлов и их количество с признаками полного регресса без жизнеспособных опухолевых клеток. Изменения в лимфатических узлах могут быть неоднозначны, могут быть участки с более высокой клеточностью и участки фиброза, которые являются индикатором предшествовавшей опухоли, предсуществовавшей в лимфоузле и регрессировавшей. При этом по рекомендациям RCB размер депозита указывается вместе с участком фиброза, на котором мы находим признаки бывшей там опухоли в виде, скажем, скопления гистеоцитов, макрофагов либо воскулярной стромы. Что же касается некоторых нюансов, опять же, связанных с седьмым пересмотром ТНМ, то есть там такое понятие, как изолированные опухолевые клетки. Это менее 200 клеток в одном срезе лимфатического узла, либо опухолевый депозит менее 0,2 мм, который стадируется как Н0 с комментарием, что выявлены индивидуально изолированные опухолевые клетки. Если же такая ситуация возникает в условиях неоадьюванта, то есть оценки лимфатических узлов после проведенного лечения, то данные, имеющиеся на сегодняшний день, доказывают, что наличие любого количества опухолевых клеток в лимфатическом узле с признаками лечебного патоморфоза является строгим индикатором плохого прогноза. И по системе RCB, как и последним рекомендациям ВОЗ 2014 года, такое состояние не должно быть расценено как полный морфологический регресс опухоли. Хотя по ТНМ это все равно будет UP0, хотя комментарии о том, что изолированные опухолевые клетки выявлены. Но, тем не менее, это не должно быть расценено как полный регресс. В прошлом году вышли рекомендации по стандартизации оценки и выдачи заключений по образцам такого характера. Это, безусловно, необходимая и важная вещь, потому что это позволит сравнивать результаты, полученные в разных центрах. На основании этих рекомендаций и других существующих мы выработали свой алгоритм внутренний для оценки хирургических образцов рака молочной железы после неоадиванта. Но хочется мне закончить словами неизвестного морфолога, который, опять же, возвращает нас к тому, что мы должны работать плечо к плечу. И если в рутинной практике пациент, в том числе с онкологическим заболеванием и с раком молочной железы, сталкивается с различными представителями различных специальностей, членами мультидисциплинарной команды, последовательно то, что касается неоадивантной терапии, мы тут должны работать одновременно. Спасибо за внимание. Продолжение следует...